Всем привет, друзья! Сегодня у меня необычный лол. Это не лол-шар, это не лол-подделка, это не лол-чемоданы и всё такое. Это лол-интерактивный питомец. Официальная игрушка. Официальная игрушка лол-сюрпрайз. Интерактивная игрушка. Здесь тоже сюрприз. Здесь тоже может попасться либо вот такой вот Банни Хан, либо вот такой Хупс Догг, либо вот такой вот Фази Фэн. Вот такой котёнок. Котёнок, щеночек или кролик. Один из трёх может попасться. Кто-то из них. Я его заказал из Америки. Большой посылки. Посмотрите в описании посылки. Обзор посылки. И там же ссылка на сервис по доставке из США. Потому что у нас эта штука стоит 3,5 тысячи рублей. Я нашёл в интернетах. Не везде она ещё и продаётся. А я её заказал за 13 долларов по скидке. Шёл и в общем получилось 850 рублей по сути. Да, вот такая сумма, но не 3,5 тысячи рублей. Вопросы к нему есть. И даже на официальную игрушку такие себе отзывы. Не очень я понимаю почему. Посмотрим. Может быть, потому что сделано как-то не очень. Может ещё что-то. Ну, посмотрим. 60 звуков различных есть у этой игрушки. И вообще, какая-то вот такая здоровая штуковина. Сейчас посмотрим, что это такое. Так, распаковка у нас идёт. Ну, во-первых, нам нужно снять вот эту штуку. Ну, тут заскочено всё. Интересно. Пошло у них дело, конечно, с Лол. И интерактивные питомцы появились. И кого только нету. И чемоданы. И говорят, дом есть какой-то огромный, гигантский. За 40 тысяч рублей от Лол. Я его, правда, что-то не видел. Но верю, верю вам. Верю, верю каждому зверю. А тебе Лолу? Не Лолу. Что-то такое несу. Ладно, давайте попробуем вскрыть. Так. Посмотреть. Так я ли вскрываю или не так всё же. Или всё же что-то я делаю не так. Или всё же что-то... Что крутить надо? Это или это? Или вот это? Откуда нужно? Сверху, снизу? Не очень понимаю пока. Откуда это вскрывать дело всё? Попробуем. Как они это всё любят упаковывать? Какое-то у них просто... Какое-то сумасшествие по упаковке. Сошли с ума они на этой упаковке. Видимо, как-то не так. А, вот здесь есть такие язычки. И вот видите, в этой коробке уже сразу всего накидано. О, скотч. Заскочили. Привет, кот. Мандарин. Пришёл. Достаем. И видим сразу, что у нас здесь огромный, просто заяц. Да. Вот он. То есть, никак не засюрпризен. Просто гигантский заяц. Сейчас мы к нему чуть позже обратимся. К этим пакетикам. Поначалу посмотрим, что в них. Что же в этих пакетиках. Достань ты от коробки. А залезешь в меня? Сможешь залезть? Оп, не стежь. Вот. Давайте посмотрим, что в этих пакетиках. Что же в этих пакетиках идёт с этим интерактивным питомцем. Итак. Ага. Типа. Поилочка. Не-не-не. Не-не-не. Нельзя. Поилочка. Но она, кстати, никак не открывается, не наливается сюда ничего. Так. Вот. Нет. Не надо это ввести. Может ещё мне потом пригодится. Нет. Не надо. Зубы что-то чешутся. Не понимаю. Что такое-то. Вроде уже взрослый. Следующее. Это микрофон. Может он может петь. Возможно. Вот видите, здесь есть такие штучки. Походу ему нужно втыкать это будет в рот, видимо. Так. И... Так. Нам сейчас придётся с тобой серьёзно поговорить, если ты не прекратишь. Здесь всё есть. И последний пакетик. Это... Прежде всего какая-нибудь еда должна быть, наверное. Это... А... Картошка фри. Любимая еда зайцев, как все знают. Конечно. Так. Инструкция. На английском языке. Ну, я думаю, что можно с переводчиком будет. То есть, если заказывать из Штатов. Не уверен, что на русском у нас будет. Если это не лицензионное у нас только. Вот мы видим, что есть различные темы. Его можно тереть. У него есть датчик здесь. Давать ему всякое. Его можно... Ему можно какие-то звуки издавать. Переворачивать. Трясти. Класть на бок. И вот, собственно, всё, что можно. Работает от трёх таких таблеточек. Здесь инструкция ещё какая-то. Ну, на китайском, на испанском и так далее. На русском не будет явно. Ну, а теперь посмотрим на самого питомца. Он выглядит довольно жутко. Он выглядит как какой-то монстр Лол. Это гигантская штуковина. Это больше, чем обычный Лол. Это просто огромный-огромный Лол. Питомец-франкенштейн Лол. Вот такой вот. Выглядит, конечно, в стиле Лол. Сделан неплохо, кстати. Не знаю пока что. Может, ломаются часто. Может, ещё что-то я не обратил внимания. Но вот так вот пока сделан неплохо. В ботиночках с проколтыми ушами. Вот это жестокое обращение с животными, мне кажется. Вау! Неужели у него будут подвижные глаза? Есть какая-то дырка в брюхе. Сзади есть специальная штука. Подвижные. Но это они не роботизированные, а просто подвижные лапки. В которых, наверное, можно запихнуть им что-то. Дать вот так. Сюда, скорее всего, будут вставляться вот эти различные штуковины. Посмотрим, будет ли он по-разному на них реагировать. Этот заяц. Сзади есть хвостик. Возможно, он ему будет размахивать. Динамик. И всё. Голова, видите, так немножко трясётся. Может быть, он будет тоже ей размахивать. И, собственно, всё. Да, сделан полностью из пластика туловище. Резиновые ручки. Резиновые такие ножки. Резиновые ушки. Ой, и ушки, может быть, будут механические. Слушайте, прикольно. Ну-ка, по идее, вообще-то прикольно, если честно. Если честно, прикольно. Так, вот эта вот штуковина. Зачем тут нарисована? Зачем она? Зачем эта штуковина? Зачем эта штуковина? Непонятно. Может, типа, чтобы выгуливать, на верёвке его держать? Я не знаю. Ну, давайте включим. Воу! Привет! Привет! Смотрите, он моргает. Ну-ка. Ку-ку! Привет! Какие-то странные звуки издаёт немного. Но забавно, что он моргает. Это всегда забавно. Механические глаза – это всегда прикольно. Правда, они жутковатые. Ещё он поворачивает, видите, головой. А-а-а! Ноги не механические. Его можно просто сажать. Вот в чём прикол. Он может стоять. Но, видимо, лучше его сажать. Вот такой. Вот какой. Слушайте, забавный. А мне пока нравится. Мне пока нравится. За небольшую сумму он весьма классно роботизирован. Динамик дешёвый. Это да. Это есть такое дело. Но, в целом, смотрите, размахивает хвостиком, ушками. Да. Можно погладить по голове. Вот, видите, реагирует. Можно потрясти. И можно перевернуть. Перевернуть. Почему-то вот такую реакцию. На поворот, переворот. Вот. Что ещё он умеет делать? Что он ещё и умеет делать? Есть. Давайте покормим. Вот так. Попил. Так. Теперь попробуем дадим, если мороженое. Слышите, да? Жуёт, типа. Да. И теперь дадим микрофон. Будет ли петь? Будет петь? Непонятно. Как тебе такой? Мадарин, как тебе такой роботизированный лол? Скажи мне, пожалуйста. А? По-моему, он не очень понимает. Не-не-не, не грызи. Ладно, ладно. Ладно. Посадить, если сидит. Ну, забавно. Мне нравятся вот эти роботизированные глаза его. Это очень круто выглядит, на самом деле. На самом деле, очень круто. Ну, за три с половиной тысячи, конечно, за три с половиной тысячи дичь, конечно, роботизированный. Что он тут? Довольно шумный, довольно примитивный, динамик дешёвый, всего лишь может есть, пить и петь, как и все мы. Как они понимают, интересно, у них, наверное, разная длина этих штырьков, и на разную длину реагирует по-разному, интересно. Но реагирует действительно по-разному. По поводу того, как он сделан, ну, я вижу потёртости какие-то где-то. Вижу какие-то элементы не очень прикольные. Слушайте, а есть у него промежуточный какой-нибудь... Нет, мы можем либо его включить, да? Либо выключить. И всё. А так, чтобы он не болтал своим не очень приятным динамиком, мы не можем делать. Так, здесь у нас ничего не происходит. Эй, приятель! Ку-ку! Реагирует на звук, реагирует на прикосновение сверху, реагирует ещё раз на переворот. А, это вот мы его трясём, видите, типа он чики-чики-чики делает. Чики-чики-чики-чики-чики. Чики-чики-чики-чики-чики. Сейчас посмотрим, может ли что-нибудь ещё. Нет, всё, собственно, мы примерно и проверили. Единственное, что положить его на бок... Он должен... Положили, может, на определённый бок... Ну вот, положили. Оп! Перевернули. Он смеётся, если его перевернуть. Если его потрясти... Вот такой звук издаёт. Собственно, вот сейчас все и посмотрели весь его функционал. Вот такой питомец с ограниченным функционалом. Ну, как большинство таких относительно недорогих игрушек, питомцев, это всё равно лол. Это гигантский. По сравнению, конечно, с другими лолами он будет выглядеть просто каким-то монструозным, потому что они меньше его, и животные ещё меньше размером будут. Это будет какой-то просто большая кроличья мамочка лолов. Забавно, что здесь есть аксессуары некоторые, и что они по-разному на них реагируют. Это плюс ему. Качество сделано, ну, такую на четвёрку нормально. Нормально, на четвёрку с минусом, наверное. Всё-таки видны швы не совсем до конца. Должны быть, наверное, видны где-то потертости пластика. Ну, четвёрку с минусом. На тройку нет, но на четвёрку с минусом. Хорошо сделаны элементы, которые могут повредиться. И они, видите, из-за резины сделаны. Вот здесь вот, хотя уши из пластика, и мы слышали, да, иногда пощёлкивания такие. Глаза. Кстати, прикольно, если бы как у старых кукол они закрывались, нет. Ну, вот так вот нормально могут закрываться. Глаза роботизированы, это классно. Хвост, то, что двигается, прикольно. Ушки двигаются. Голова двигается. То есть, у нас довольно много различных подвижных механических элементов. Есть звуковой модуль. Динамик дешёвый, но звуков довольно много. И они разнопразные всякие. Некоторые, конечно, похожи друг на друга. Но всё равно отличаются от действия. Понятно, он никак не растёт, не развивается. Ничего с ним не происходит. Просто может подавать какие-то звуки, возможно, при взаимодействии. Если мы с ним не играем или что-то ещё. Но вот какого-то такого другого функционала. Это не Hatchimals, не какая-то другая игрушка. Но в целом за 13 баксов вообще огонь. Изначально они стоили под 30 долларов. И это дороговато. 30 долларов. 3,5 тысячи, но тут на вкус и цвет. Это стоит дороже, чем обычный LOL. Но это как бы и другая игрушка. Просто сделана в стиле LOL. Может быть, будут ломаться элементы. Может быть, какие-то тут будут не совсем прочные штуковины. Потому что вот есть у меня опасение, что ребёнок, если будет играть, то вот сейчас вот, видите, голову наклонил. И теперь только когда мы его включим, он её... Может вот зафиксировать, допустим, в какой-то более-менее такой вот позе. Вот. Такая как погремушечка получается. На этом, пожалуй, всё. Рассказал, показал вам, как это работает. Будете знать для себя, искать такого, если кто попадётся, неизвестно. Но искать будете, то как бы нужно оно вам или нет. Может, после ролика будет вам понятно. Я же, в принципе, не разочарован такой игрушкой. И мне кажется, она вполне себе соответствует продукции LOL. Также более-менее удовлетворительно сделана. В стиле LOL. С сюрпризиками. Со всякими интерактивными штуковинами. Не дешёвая, если там за три с половиной. Но оригинально. Весьма оригинально. Жаль, нельзя какие-то менять им там одежду. Нету дополнительных ботиночек. Нету каких-нибудь кофточек, ошейничков, ещё чего-то. Но здесь другая система. Здесь другая фишка. Здесь вот именно в том, что это такой мини-робот LOL. На этом, пожалуй, всё. Я не знаю, как. Тут сразу можно, наверное, показать его будет на превью. В общем, LOL. Что это LOL? Интерактивное животное. Интерактивный питомец. О, робот LOL. Такой. На этом всё. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Переходите по ссылке в описании на сервис. И также посмотрите обзор. Там много всего интересного. На вкладку видео зайдите наверняка что-нибудь пропустили. Пока. С вами был Сафронов. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok